у вас что тоже снег пошел сегодня первый снег у нас 31 октября первым снегом хотел вас сегодня спросить а что у вас сегодня за картинка я знаю что ты мне тогда сказал давай сделаем такую традицию что будет картины каждый раз показывать ты будешь к блину я сразу поставил чтобы время не тратить цветы ну давай не будем это кто захочет альбом и откроет там у меня на фейсбуке есть под мои все сайты откроет мой международный альбом там посмотрит у меня последняя выставка кстати вот совершенно было месяца полтора назад два назад диму диму и она была очень такая хорошая позвала хорошее впечатление ладно давай дело давай знаешь что сделаем у меня есть предложение каждое следующее видео мы будем делать короче 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 и сегодня тоже будем коротко очень коротко а эта задача сократить сократить выдачу информации сделать это в минимуме времени поможет нашим зрителям очень быстро понимать о чем мы говорим да потому что я сейчас применю я сейчас применю секретный способ в кавычках который увеличивает понимание понимание за короткое время а мы давай будем каждое следующее видео делать короче 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 будет чаще смотреть чаще смотреть чаще смотреть все будут наслаждаться потому что каждый раз когда появляется коса и и алексей чертухин все будут с интересом смотреть и ждать как сериал как сериал это будет просто потрясающе ну давай я сразу покажу какую-то маленькую вещь маленький прям но сначала задам тебе вопрос как ты думаешь что легче писать сочинение или изложение второе такое слово сочинение писать легче или изложение писать я думаю сочинение сочинение легче да да а излагать то что ты уже знаешь вот допустим ты какую-то эмоцию почувствовать другу рассказываешь это или сочинять ему это короче говоря детектор лжи он работает на том что когда человеку надо сказать не то что есть правда ему приходится больше напрягаться ему приходится больше напрягаться и стрелочка сразу показывает да у меня происходит какие-то изменения правильно да да то есть когда человек говорит правду ему легче потому что сочинять ничего не надо он говорит то что есть это соответствует его текущему состоянию он говорит то что есть напрягаться не надо другой детектор другой детектор я сейчас я покажу какой другой детектор кто и вспомнит например когда человек хочет понять берет вот так вот вместо металлического детектора или электрического детектора делает сам детектор он берет два пальца вот так и задает своему подсознанию вопрос подсознанию подсознанию моё будешь со мной сотрудничать будешь и сильно-сильно сжимает сильно-сильно сжимает сильно-сильно будешь со мной сотрудничать если он сможет разорвать кольцо если он сможет разорвать кольцо значит подсознание не может сотрудничать с ним сейчас потому что силы не хватает потому что это неправда это не соответствует то есть я хочу сказать что положительные эмоции вызывает больше сил поэтому когда человек думает например о чем о положительном он может сильнее сжимать да когда он думает о чем-то отрицательном ему не хватает силы он легко разорвет понимаешь на этом основана диагностика диагностика например я думаю о своей печени сжимаю совсем сильно 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 кольцо напряжения и думаю печени здоровой печени ли нет раз видишь я сорвал не очень здоровая а я думаю например о том какой у меня прекрасный ум допустим здоровый у меня прекрасный ум видишь я держу его, держу, видишь, столько сил у меня, сейчас я могу много держать, видишь, я максимально приезжу и не могу сорвать, видишь, а про печень думал, больная или нет, сразу сорвалась, потому что не хватило сил, потому что я сомневался в печени своей, в уме не сомневался, и понимаешь, что человек не сомневается, у него больше сил, а негативная эмоция сразу вызывает меньше сил, он срывается, да, ну давай теперь всем предложим, всем предложим сейчас сделать вот так, да, и задать себе вопрос, да, я верю, что я буду жить 90 лет, и сжимай как следует, и пытайся вытащить вот это, если человек не верит, он сразу вытащит, а если верит, он может сжать и держать, да, а ну попробуй, давай. А я уже, уже везде держу. Молодец, молодец, ты можешь прожить 90 лет, а 120, а ну давай 120. Я беру, что я беру, колечки отдержи левой рукой. Да, да, только сильнее сжимай, чтоб ты не мог выйти, главное сжимать как можно больше сил, прикладывать. 120, можешь прожить? Нет, дрожит все. Можешь прожить, а 130? Давайте смотрим. А он не думает об этом вопросе. Молодец. А ты о чем думал в этот момент, об этом вопросе или о другом? Я вообще не знаю, о чем думал. О чем? Ну, я задавал, давайте, давайте, задам 131. Молодец, молодец. Да, хороший прием, очень хороший. Слушай, я хочу тебе сказать, левитация руки, левитация руки из НЛП его Эриксона, когда он себе представлял, что рука всплывает, ну кто-то, кто-то из учеников, и задает себе вопрос. Задает себе вопрос. Я смогу сегодня создать изобретение? Изобретение. У меня вечером будет такое состояние вдохновение, что будет озарение по заказу. Вот я хочу, чтобы сегодня у меня прекрасная вещь получилась. Я в момент, когда представляю, что рука моя поднимается, поднимается, одновременно, мечтая о том, что вечером у меня будет такое прекрасное настроение, и у меня, да-да-да-да, представляю, что рука поднимается. Да, это как раз-таки левитация руки, когда идёт на рефлексе. Образ вызывает рефлекс движения. Вот, и она начинает создавать доминанту, и меня начинает прямо запрокидывать, и в это время, на этом фоне я мечтаю о том, что вечером создам изобретение, легко, как Эйнштейн, открою что-то новое, сделаю научное открытие, создам изобретение по поводу того, как мы с тобой в следующий раз проведём беседу, чтобы всем было интересно. Я в этот момент, потому что я включил идиомоторную левитацию руки, да, после того, как я делал вот это, сильно напрягался, она у меня легче пошла. То есть я просто показываю, что после упражнения напряжения легче получаются идиомоторные движения. А можно, да, можно два-три раза просто отжаться от пола, и ещё легче пойдёт. Всё равно нагрузку какую-то надо делать, да, вначале? Ну тогда, да, можно 30% людей без всякой нагрузки. Ну давай все попробуем, все попробуем держать руки вот так. Давай, держи руки вот так. Давай, держи. Да, держи руки вот так. И одновременно надо располовинить внимание, одновременно думать о желаемом каком-то процессе в жизни. Например, а я хочу 90 лет прожить, 120 лет хочу прожить. Ну вначале я, допустим, не верю, но по мере того, как руки у меня начинают расходиться, я начинаю в это верить. То есть я могу так себя мотивировать на всё, что угодно, на всё, что я хочу. А я себя мотивирую, что сегодня вечером я создам изобретение. Вот, как хорошо пошло. А теперь в обратную сторону, пускай идут в обратную сторону. И одновременно, создав это действие идиомоторное, это называется идиорефлекторный приём от ключа, ты мечтаешь, располовив своё внимание, ты мечтаешь о том, что у тебя будет прекрасный вечер. Вначале ты даже мог в это не верить, а потом по мере того, как идёт идиорефлекторная реакция, ты начинаешь в это верить. Слушай, я уже верю, что завтра мы с тобой снова будем делать запись, и потрясающее будет озарение. Озарение по заказу можно закладывать. Вот этим мы занимаемся в школе Homo Futurus. Обучаем людей озарению по заказу, чтобы они могли мотивировать себя на то, что они хотят. Убрали все препятствия, включили все ресурсы, открыли подсознательные возможности, свои таланты. Видишь, какие картины я рисую, да? А ты думал, чем раньше умел рисовать, я же никогда не учусь. Слушай, я тебе хочу сказать одну вещь. Это не просто движение делали. Это было располовиненное внимание. Одно было направлено на то, что рука пойдёт, а другое на мечту, что после этого у меня будет чудесно. Я хочу, чтобы все запомнили. Это называется параллельная деятельность. Когда ум занят одним действием и одновременно другим действием. И когда мы их соединяем, действие на то, что рука двигается, и действие, что я хочу после этого получить. То уже располовинит внимание. В этот момент она идёт быстрее, и через 5-10 секунд я начинаю чувствовать то, что я хочу потом после этого иметь. Я начинаю в это верить. Я начинаю в это верить, потому что у меня доминанты переключаются. Это любой человек. Давай ещё раз попробуем. Давай, давай, быстренько, быстренько. Представляю, что руки расходятся. А чтоб быстрее пошли, начинаю думать о том, что ты хочешь после этого получить. Да, 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 и вот закрылись у тебя глаза, ты уже в транс входишь, кстати, да, 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 автоматически входишь. Потому что это автомат. Это у любого человека вызывает лёгкое-лёгкое трансовое состояние, освобождение ума от всяких сомнений, беспокойств, тревог, беспокойств дня, от лишних впечатлений, появляется ощущение внутренних покоя, свободы, такой лёгкости. И в этот момент, потому что ты размышляешь о том, что ты хочешь после этого получить, ты в это начинаешь верить. Вот так начинается исполнение желаний. И ты сам сможешь это делать, когда ты захочешь, когда какое-то желание, чтобы тебя исполнилось. А у меня, чтобы сегодня было озарение по заказу какое-то. Я сделаю сегодня изобретение, и завтра мы с тобой будем делать запись, и ты увидишь, какой потрясающий приём я изобрету до завтрашнего дня. Давайте. Да, удивительно. Я скажу, как вообще делаются открытия у учёных людей. Я же наукой за него. Я тебе скажу, психологию, открытие, это вообще будет потрясающе. А теперь я тебя хочу попросить. Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь приём, который ты используешь в своей жизни для чего-то. Вот у меня вот есть один приём тоже. Когда я вот вижу хорошие вещи, и я что делаю? Я же подсознательно вижу образ, то, что мне нравится вещь. Эмоционально я её тоже испытываю, то, что это моё. И я тоже принимаю её душой, тоже телом. И вот. И что я делаю? Я вот вижу хорошую вещь и говорю, разрешаю себе эту вещь? Да, разрешаю. Принимаю, принимаю. И что я делаю потом это? Благодарю тебе. Вдыхаю в себя это. Вдыхаю. Как будто это переживаю я её. И получается то, что... Ещё раз. Вот, стой, 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 стой. И вот ты сейчас, когда показываешь вот это, ты совершал непроизвольно те автоматические действия, которые мы сейчас делаем. Да? Да, это просто другая форма. Я поэтому говорил, метод ключ каждому из нас, от природы. Просто мы им пользуемся непроизвольно. Непроизвольно. Вот ты сейчас показывал. Вот ты сейчас показывал в своей жизни опыт. И стал невольно это делать. Вот и все руки стал непроизвольно поднимать. Да неважно же, вот так они идут, или вот так идут, или вот так идут. А так идут, как тебе... взять в отдельности и смоделировать, например, вот это вот. Если любой процесс моделировать сознательно, то мы входим в лёгкий транс. Потому что мы взяли из целого часть, вырвали и воспроизвели. Воспроизвели. И поэтому появляется лёгкий транс. Так его можно использовать для того, чтобы в этот момент загадывать желание. О, как интересно получилось. Ты хороший опыт рассказал. Ты хороший опыт рассказал и показал. Да, молодец. Спасибо тебе. Слушай, давай заканчиваем сегодня. В следующий раз встретимся. Я в следующий раз обещаю на интереснейшую вещь. И я тоже какой-нибудь интересный. А, да, да, обязательно. Я это имел в виду, что ты тоже покажешь. Давай. Всё. Обнимаю. До встречи. До встречи.